Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мне хотелось бы поделиться кое-какими мыслями об инновационной деятельности и о перспективах изобретателей перед продвижениями их на рынок. Недавно я позвонил изобретатель и говорит, у меня идей куча большая-пребольшая, в том числе и в IT-технологиях и в автомобильной технике и так далее и тому подобное. Кому бы свои идеи как бы скинуть? Ну, я ему популярным образом объяснил, что это дело практически бесполезное и ноги обивательное и посоветовал ему сделать то же самое, что сделал я. Я по большому счету себя изобретателем не считаю как таковым. Потому что я знаю, что есть изобретатель, который имеет там тысячи патентов, тысячи разработок. Один, я помню, даже украинец, он спамит постоянно в интернете. Буквально заспамил своими разработками всех, кому не попадем. Так вот, можно делать проще, как я продвигал свои разработки. Практически в каждой области, в каждом областном правительстве сейчас есть службы по продвижению, так скажем, инновационных разработок в массы. Они сейчас этим очень заинтересованы. Они строят технопарки, бизнес-инкубаторы и так далее. Так вот, любому человеку абсолютно они не отказывают помощь. Допустим, вы изобретатель, вам достаточно что сделать. Или прийти на прием ваше областное правительство в отдел по работе с инновациями, или прийти в бизнес-инкубатор, где есть люди, которые работают с инновациями. Лучше всего прийти туда и сюда. и туда, и туда. Вам достаточно заявить о себе. Вы заявите о себе, расскажите, кто вы, какие у вас разработки и так далее. Попросите их, чтобы они вас включили в список участников выставочной деятельности, потому что они оплачивают выставочную деятельность сами из бюджета правительства и включают туда бесплатно или очень на очень символической основе желающих, но не просто желающих, у кого есть перспектива свои инновации продвинуть в жизнь. вы со своими идеями, со своими разработками поучаствуйте в этих выставках, предложите на показ, на уровень потенциального инвестора свои идеи и разработки, может быть, это дело заинтересуется. Но это мало, этого мало. Они проводят ежегодно конкурсы разнообразные на получение грантов. Вот изобретатель, если он хочет продвинуть свои изобретения в жизни и получить конкретно желаемое, надо самому участвовать в этом процессе, процессе создания бизнеса. Надо заявить себя на конкурс по созданию малого предприятия, малого инновационного предприятия. Что для этого нужно? А для этого нужно совсем немного. Сделать бизнес-план. Если вы не знаете, как делать бизнес-план, можете почитать в интернете, сделать по образцу, обратиться к друзьям. Но самое простое прийти в бизнес-инкубатор и попросить их сделать бизнес-план. Они денег не берут. Они деньги с вас возьмут только тогда, когда вы выиграете грант. Вы выиграете грант и с вас возьмут деньги за создание бизнес-плана. Мало того, они не только за вас бизнес-план сделают, они помогут вам открыть это малоподприятие. Вам ничего не надо быть. Вам надо несколько раз прийти в бизнес-инкубатор и поставить несколько подписей. Сообщите название вашей будущей фирмы, кто у вас директор, генеральный директор и так далее. То есть чисто символические действия с вашей стороны. После этого вы можете спокойно поспать до тех пор, пока вас не пригласят на этот конкурс. на конкурсе вы придете докажете, что ваша идея хороша и если конкурсная комиссия принят положительное решение, вы получите грант и на ваш открытый счет вашей малой фирмы поступят деньги. У нас в области 500 тысяч на создание малого национального предприятия. Дальше получив эти деньги вы должны естественно заплатить налоги. Ну самое лучшее когда вы открываете малое инвестиционное предприятие лучше его оформлять на упрощенную систему налогообложения. Самое лучшее когда у вас нет команды допустим когда вы в единственном числе или у вас очень маленькая команда надо оформлять на индивидуальные или можете оформить не только малое предприятие как индивидуальный предприниматель пойти но я рекомендую все-таки малое инновационное предприятие как общество с ограниченной ответственностью. Разницы практически нет но разница в чем в том что если вы откроете индивидуальные предприятия вы будете за свои шаги отвечать собственным имуществом за шаги общество с ограниченной ответственностью отвечает только уставной капитал который было во всяком случае до недавнего времени 10 тысяч все на все но я не на это хочу как бы акцентрировать внимание а на вашу ответственность то есть если вы со 100% уверенности знаете что ваша идея это бомба для рынка смело шагайте в бой с этой бомбой получив эти деньги во первых в бизнес плане что самое лучшее надо указать на что эти деньги будут потрачены то есть на создание первого опытного образца как правило или это должно быть комплектующие для создания этого образца или станки или инструменты что то материальное которое необходимо создать этот образец оптимизируйте это конкретизируйте это потому что деньги небольшие а бывает что оборудование дорогое поделите часть допустим что вы можете заказать на стороне допустим договорившись как уже малое предприятие с какой-то сторонней организацией это выполнение работы которые вы со собственных денег можете потратить потому что с грантовских денег обычно сейчас тратить нельзя ни на зарплату ни на услуги сторонних организаций редким образом поэтому лучше всего поставить это на оборудование на инструменты и если вы хотя имеете какой-то небольшой опыт используйте оборудование и инструменты сами создадите свой образец это в лучшем случае желательно так вот если у вас малая фирма на упрощенной системе налогообложения рекомендую вам 6% есть 15% это с прибыли будете платить то есть вы что то купили вы эту покупку эту стоимость покупки списали показали это в налоговом учете и с разницей между продажной ценой и той ценой которую вы потратили на закупку допустим оборудованных деталей вы заплатите 15% не советую для малого предприятия пользоваться этой системой налогообложения почему потому что во первых вы должны считать каждую потраченную копейку и иметь при этом каждый оправдательный документ на каждый шурупчик каждый винтик и налога к этим вещам очень скрупулезно относится если вы перейдете на 6% с вала с оборота то есть что бы вы ни покупали что бы вы ни тратили вы купили вложили посчитали самостоятельно стоимость нового продукта сколько вы туда потратили в комплектующих стоимость можете писали оборудование прибавили процент прибыли и вот с общей этой денежной массы посчитанной вы заплатите 6% естественно это лучше использовать тогда когда у вас стоимость вашей работы стоимость вашего ума стоимость ваших комплектующих оборудования составляет хотя бы ну 30% от продажной цены вашего изделия то есть вы продаете за 100% а вложили туда только 30% или 25% в лучшем случае то есть маржу сделать довольно большую тогда вам хватит на все и на и окупиться достаточно и сделать за эти за эти деньги полученные в прибыли два образца или даже три образца естественно дальше по нарастающей вы будете все больше и больше увеличить количество ваших образцов за те же деньги кроме того если у вас малое предприятие мобильное а чаще всего допустим изобретатель он один у него нет ни помещения ни оборудования нигде негде сложить часто часто он использует допустим собственные квартиры собственный гараж и так далее и тому подобное это не запрещается можете даже на гараж зарегистрировать свое малое предприятие грубо говоря так вот если чтобы получить максимальный выход на рынок с вашим оборудованием с вашими девайсами с вашими разработками во первых надо делать такую разработку которая не нуждается в больших затратах при изготовлении и при получении образца и лучше всего что это ваше новое устройство будет новым но комплектующими не было проблем то есть вот как наше устройство минимизации мощности в наших устройствах ни одной самодельной детали нет абсолютно все стандартное но все стандартные детали могут применяться в других устройствах мы используем готовые комплектующие и просто их собираем естественно настраиваем под те параметры которые нам необходимы так вот вы на грантовские деньги сделали ваш опытный образец приняли участие в выставке которая оплатила ваше правительство областное нашли там потенциального покупателя и продали ему ваше устройство получили деньги и на эти деньги после уплаты налогов сделали два устройства опять же на этой выставке на следующей выставке на бесплатной это может быть несколько выставок в течение года как правило вы еще продали и сделали на них еще больше не тратьте заработанные деньги на лишние вещи только на изготовлении новых устройств и можете частично потратить на рекламу ну рекламу в каком смысле вы прорекламируете себя можете бесплатно то есть если вы разместите ваше видео с вашим потенциальным устройством на ютюбе чем больше вы видео там сделаете тем лучше для вас если потенциально новые то им заинтересуется масса народа которые посещают форумы разнообразные и делятся там идеями и увиденным увидят ваше видео разместят там ссылки поделятся с другими людьми которые в свою очередь разместят на других ресурсах эти видео и ссылки пошло поехало такой получается рекламный партизанский маркетинг бесплатный если у вас будет противоречивые ваши разработки скандальные которые раскалывают общество буквально пополам кто за кто против это еще больше увеличит количество людей которые хотят познакомиться с вашим устройством и увеличит естественно спрос на ваше устройство многим людям хочется не только болтать но и получить и конкретно все посмотреть все узнать как правило как правило у нас в интернете и на наших форумах очень много троллей тролль это человек который мало компетентен в каком-то вопросе или даже очень компетентен в каком-то узком вопросе но судят как будто он всемирный мозговой центр ума палата и он все знает и он все может доказать как правило это пустышки просто-напросто поэтому я всегда говорил когда меня спрашивали будет это работать будет это не работать и когда я сам допустим сомневаюсь что может получиться я говорю не попробуешь не узнаешь поэтому надо самому пробовать и давать пробовать другим заинтересованным лицам поэтому не жалейте расставаться со своими девайсами вы можете параллельно тому если вы продали несколько образцов ваши идеи не скопируют и не запатентуют мимо вас почему потому что смысла нет копировать и патентовать когда не знаешь будет ли спрос и мало того что спрос а спрос возрастающий когда есть массовый спрос на какой-то девайс его могут скопировать и запатентовать мимо вас вы должны в этом случае иметь ноу-хау на ваше изобретение что-то такое мелкое или существенно являющееся главным в вашем устройстве в нашем устройстве минимизация мощности это естественно настройки подбор элементов в нашей схеме потому что человек который открыв наше устройство посмотрев что на каждом элементе написано и соберет он может не получить того эффекта на который мы акцентрируем внимание почему потому что мы подбираем не по то что написано на детальках а по тем выходным характеристикам когда мы включаем нагрузку и видим что у нас показывает наш прибор и бывает что в двух аналогичных устройствах абсолютно стоят детали абсолютно разные вот такое ноу-хау должно быть в ваших изобретениях оно может быть открытое но фишка должна быть у вас всегда припрятана вот что дальше вы продали вы получили спрос какой-то вы имеете интерес к этому что дальше естественно вам нужно делать все как бы юридически значимо что для этого если у вас мало предприятия вы должны общаться с банком мы работаем допустим по безналу только по безналу но по факту практически у нас нал тоже присутствует каким образом есть банк-клиент который можно дистанционно входить и выходить на расчетный счет платить налоги закупать комплектующие переводить деньги куда-то за услуги и так далее и тому подобное если вы едете на выставку и перед вами потенциальный покупатель или потенциальный инвестор или потенциальный клиент то он естественно чтобы не погас у него интерес к этому потому что кончится выставка вы обменяете визитками и практически на этом может все закончиться вы потом будете звонить ему он будет звонить вам он будет сомнение стоит ли это делать не стоит ли это делать если вы его берете за рога грубо говоря Подогревать его интерес То вы можете его, как говорится Быстро привлечь на свою сторону А что для этого надо? Приходит, допустим, директор какой-то предприятия Скажет, мне очень интересно ваше устройство Я готов его купить Естественно, он купит через безналичный расчет И переведет деньги на расчетный счет Что для этого нужно? Выставить ему счет А как вы на выставке выставите счет? Если, конечно, есть у вас бланк Но у нас бланки заполняются в машинописном виде От руки нельзя сейчас заполнять Ни накладные, ни щита Поэтому вам надо, естественно, иметь компьютер Компьютер иметь принтер Если вы хотите на бумажном носителе Но принтер-то не актуально Сейчас у нас все передается в электронном виде Поэтому что требуется? Требуется иметь хотя бы компьютер Ну, если можете, конечно, носить с собой ноутбук в сумке тяжелую Но если вы едете куда-то на выставку Ведете образцы, везете рекламные материалы Да еще плюс компьютер везете Который довольно тяжеловат Если ноутбук брать, допустим, там Минимум полтора килограмма Естественно, я рекомендую Облегчить ваш груз И купить что? Планшет Это такой же специальный компьютер Как и ваш ноутбук Или нетбук Можно нетбук брать Но он тяжеловатый, конечно Может кому-то привычный Но я приспособился, допустим, к планшету Сразу скажу Планшет на андроиде не подходит Андроид Это игрушка для ребятишек Хоть телефоны Хоть планшеты на андроиде Это игрушка для ребятишек Это игры Это для девочек, для мальчиков Развлекуха поиграть Вам, как изобретателю Вам, как производственнику Так как вы сами будете изготавливать ваши девайсы Это не нужно Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!